Пожар в Цунтинском районе. Сгорело шесть хозяйств. Без крова остались 19 человек. Фонд Инсан уже отреагировал на беду погорельцев. Полвека вместе. Магомед и Махижат – пример крепкого и дружного союза. У них пятеро детей и все женаты. О секретах счастливой семейной жизни через минуту. Мы рядом в любой жизненной ситуации. Именитые дагестанские спортсмены побывали в гостях у муфти республики шейха Ахмада Фанди. Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района подозревается в превышении должностных полномочий. Причиной стало строение, на которое было незаконно выдано разрешение. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый в 2022 году, зная о том, что на земельном участке, расположенном в селе Ханак Табасаранского района республики, его знакомым возведено самовольное строение в границах природного памятника «Ханакский водопад», включенного в перечень особо охраняемых природных объектов, подготовил и утвердил градостроительный план земельного участка, после чего незаконно выдал своему знакомому разрешение на строительство уже существующего самовольно возведенного строения. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Смертельная авария произошла накануне в Кайкенском районе. Молодой парень не справился с управлением и совершил наезд на жителя Азербайджана. ДТП произошло, когда мужчина выходил из своего автомобиля и переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии от полученных повреждений он скончался на месте. Пожар в Цунтинском районе. В высокогорном селе Хутрах крыши над головой лишились 19 человек, в числе которых малолетние дети. Всего сгорело шесть хозяйств. Пламя поглотило всё имущество пострадавших. Тушить пожар огнеборцам помогали местные жители. Благотворительный фонд Инсана отреагировал на эту беду и объявил срочный сбор средств для помощи погорельцам. Ближе к зиме погода в горах становится всё более суровой. И остаться без крова – одно из самых тяжких испытаний. Все те, кто здесь находятся, пострадали от пожара и абсолютно ничего из имущества спасти не успели. Мы вместе со своими детьми остались на улице без ничего. То, что нас постигло, случилось в холодное время года. Впереди зима. Поэтому ради Всевышнего просим поскорее помочь нам. Впереди золотая свадьба. 50 лет совместной жизни. Так Магомед Габибов тепло вспоминает весь совместно прошедший путь. Около полувека назад он встретил свою будущую супругу Махижат. И вот спустя столько времени они живут счастливо, преодолевая все трудности вместе. Конфликта у нас никогда не было. Но друг с другом мы ругались. Но уступали друг другу мы. У Магомеда и Махижат Габибовых пятеро детей. И все мальчики. Самому младшему в этом году исполнилось 25 лет. Родителям уже удалось их всех женить. Слова мамы в адрес сыновей особенно трогательны. Уважайте друг друга. Я больше ничего не хочу. Чтобы у вас скандалов не было дома. Чтобы вы любили своих детей. Главное, свою супругу уважай. Конфликтов не делай. Все нормально у них. Я очень довольна. И поэтому я счастливая мама. У семьи Габибовых много наград. Но одну из самых значимых они получили в этом году. За вклад в развитие традиционных семейных ценностей Магомед и Махижат получили благодарственное письмо от правительства Дагестана. Как многодетельную мать ее пригласили. Глава администрации Фарид Загидинович и глава правительства, он тоже пригласил Хучни. Имею в виду, мы получили известие из управления социальной защитой. Семья Габибовых родом из Магарамкентского района. И это пример крепкого и дружного союза, плоды которого они видят сегодня. А это счастливая атмосфера в доме и уважительное отношение детей к своим родителям. Телефон особенно, особенно этот телефон сильно влияет на молодые семьи. Телефоны. Вот они черпают, что не нужно оттуда, и практикуют на себе. Это уже готовый разлад семьи. Мухтар Курахмаев, Салим Алискеров, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Магарамкентский район. Лучший мёд России. Именно под таким названием состоялся всероссийский конкурс в Московской области. В нём приняли участие дагестанские пчеловоды. Они завоевали 16 медалей. Эта новость не осталась без внимания министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Он встретился с победителями и лично поздравил их с достижениями. Отметим, что в прошлом году в Дагестане было произведено почти 1200 тонн мёда. Тогда же 20 пчеловодческих предприятий региона получили субсидии из республиканского бюджета на развитие своих хозяйств. Избежать больших травм, вырастить духовно здоровое поколение и стать причиной распространения ислама. С такими пожеланиями к спортсменам обратился муфти республики шейх Ахмад Афанди. В гости к духовному лидеру пришли победители разных престижных турниров, тренеры и руководители спортшколы республики. Я хочу в первую очередь благодарить Аллаха за то, что в спортивном сообществе есть такое понимание религии. Есть такое понимание, что богобоязненность. Вот оттуда исходит всё. Если физически вы сильнее, и в сердце у вас нет имана, и вдруг вас кому-то, если удастся вывести из себя, вы одним ударом человека можете убить. Вам нужен это таква. Вы сегодня ко мне бы не пришли, если бы у вас не было богобоязненности, если бы у вас не было бы тяга к исламу, к религии. За это я благодарю Аллаха. В беседе чемпионы поблагодарили шейха за мудрые советы и заверили его в готовности быть рядом в любой жизненной ситуации. Я уверен, что те ребята, которые здесь находятся, еще сотни ребят, спортсменов, которые сегодня не пришли, искренне всегда рядом с вами. Любых ваших начинаний мы всегда рядом. Да, Аллах вам здоровья, чтобы всегда работали на благо нашей Родины. Мы всегда рядом с вами. А вы знаете, почему вы со мной? Потому что я с вами. Дагестанские аппараты-квондисты стали лучшими на чемпионате России. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в Нальчике. Наши спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. Победителями турнира стали Тимур Байтимиров, Кадиба Гамаамаров, Даут Махмудов и Заира Иразеева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова